всем привет мы сейчас буквально через пару минут начнем наш эфир к нам уже так подключаются наши подписчики и мы ждем сегодня нашу спикершу так сейчас я ее подключу всем привет всем привет очень рада вас видеть классно немножко немножко у тебя интернет зависает видимо можешь сказать что-нибудь видимо да он уже на интернет плохой вы меня слышите если меня хорошо слышно пожалуйста можете поставить плюс в чат чтобы было понятно у кого немножко интернет зависает всем привет ребята девочки наши подписчики да видимо проблема он урджан с интернетом да окей спасибо большое меня хорошо слышно да значит окей сегодня у нас очень интересный эфир будет на тему стандарт стандарты красоты и принятия себя сегодня у нас в гостях нурджан она именно эксперт в этом вопросе на сегодня нам расскажет свою историю как она да нурджан я рассказывала про тебя по тебя видимо интернет да немножко зависает такие ну что тогда можем уже начинать мне кажется да давай я сначала расскажу почему мы сегодня собрались вообще это уже у нас второй эфир на эту тему первый эфир у нас был раз на зерой пековой мы проводили эфир на крыльском языке и разговаривали вообще на тему как вот социальные сети влияет на принятие себя именно в отношении девочек и девочек-подростков как вы знаете ребята мы сейчас работаем над проектом девочки в науке финансируемый детским фондом он и и мы поглубже этому покопать потому что на самом деле оказывается и мы подвергаемся жесткому такому жесткой критики да сама сами себя критикуем сам сами себя сравниваем и часто используем разные эффекты фильтры чтобы улучшить свой внешний вид до показать себя лучше чем мы на самом деле как бы через социальные сети мы хотим показать себя красивее да и это на самом деле очень сильно влияет на самооценку и в дальнейшем будущем возможно это перерастет что-то не очень хорошее и поэтому решили эту тему поднимать и разговаривать чтобы девочки девушки вообще все женщины не подавать и я хочу представить нашу сегодняшнюю гостю нурджан на исследовательница и часто вот недавно да ты делала исследование про домогательство про хоррассменты активистка которая часто вот поднимать тему да что мне кажется нурджан ты лучше скажешь пожалуйста тогда передаю слово тебе и давай тогда сегодня поговорим о стандартах красоты вот как ты думаешь что то такое да и как это сейчас двадцать первом веке появляется вот век технологии век социальных сетей спасибо большое нас гуля да как меня и представила нас гуля вот я делаю исследование также я очень интересуюсь именно феминизмом и проблематикой прав женщин и вообще вот всех всяких стандартов как вот система наша устроена да и какова роль мужчины и женщины что такое женственность и мужественности вообще как быть женственной как быть мужественным вот все что нам пытаются внушить и продать иногда насчет стандартов красоты вот только что нас гулять да ты говорила про фильтры и когда мы включались прямой эфир у меня был такой соблазновая а может быть я с фильтром зайду да настолько у нас это уже является нормой то что мы хотим как будто бы быть выглядеть как будто бы да в кавычках скажу лучше чем мы по-другому и мы думаем что другие подумают и уже эти фильтры и вообще социальные сети как они влияют мы уже неосознанно делаем многие вещи я вот хочу еще немножко вот про себя рассказать и рассказать с точки зрения того что я тоже была школьницей да я тоже была подростком и у меня очень было много неуверенности в себе там там ужасная кожа ужасная тоже в кавычках да то есть у всех подростков бывает акне и это нормально да в принципе но когда мы видим фильмах в обложках журналов очень чистую кожу там блогеры рекламируют косметику с абсолютно чистой кожей нам кажется что это что нам нужно с этим прям бороться и и прям и мы не можем себе это принять тем более остальные указывают да все время и знаю что еще вот когда я работаю с девочками сама тоже была проблема насчет веса тоже есть я очень супер худая я супер худой или наоборот да я у меня кажется больше вес чем нужно это тоже это я тоже сама переживала на первой школе я весила 45 килограмм и я считала себя вот опять скажу в кавычках да ужасно толстая недавно я весила 61 килограмм и когда я весила 61 килограмм я себя больше любила и больше себя принимала даже когда чем когда мне было 40 когда я была 45 килограммов да то есть вы 45 килограммов это вот кажется стандарты вот этих кей-поп айдолов да для того чтобы быть в этой сфере тебе нельзя быть выше 45 килограмм это какие-то недостижимые требования для взрослого человека особенно да это какой-то вообще 45 килограмм это какой-то более даже детский а детские какие-то параметры поэтому вот дожив до до 25 лет я вот сейчас только например себя больше люблю чем когда я была худой да и это это мне помогло то есть как я это смогла понять это то что я увидела что есть стандарты красоты да которые не создала природа а вот мы сами придумали да общество само придумывает а стандарты красоты они различаются от культуры к культуре существовали культуры в которых например там есть африканская культура в которых женщины надевали такие специальные кольца и чем больше крест тем считалось что женщина красивая да а также например были стандарты красоты там маленькие пятки да вот в китае наверное все знают это то что вот девочкам их завязывали и считалось что если она там не может ходить и у нее супер маленькие пятки это тоже очень красиво то есть вы понимаете да люди сами общество само создает и это абсолютно не не что-то природное например вот сейчас мы все носим брекеты я тоже много смотрела насчет брекетов и почему мы одержим идеи того что были супер такие прямые зубы опять потому что медиа да проецирует оказывается в природе вообще не бывает идеального прикуса вот совсем не бывает это очень редко когда у людей есть идеальные прикусы супер ровные зубы а мы вот нам внушили что нам всем нужно гоняться за этим идеальным прикусом да идеальной челюстью супер а симметричным лицом поэтому мы все вот так стараемся соответствовать и знаете сейчас хотя у меня только один зуб был кривой на самом деле да но мне хотелось супер ровные зубы идеальные потому что да я насмотрелась там голливудских звезд да у которых прям очень ровные идеальные зубы белоснежные хотя родные зубы они оказывается не могут быть белоснежными да не могут быть прям ярко белыми выраженными и это тоже мне кажется как-то немножко ущемляет да когда у тебя зубы ну по разным причинам могут быть не идеально белые да вот но мы как-то стараемся а виниры да сейчас есть надевать или еще что то в общем мы подражаем все равно на на звезд или там на кумиров и хотим такими же мне кажется я мне кажется в общей сложности три года проходила в брекетах три года конечно это было неудобно да временами ты постоянно должна с собой таскать свой свою щетку пасту постоянно после еды их чистить где бы ты ни находилась в общем я быстро удалось чтобы у меня были идеально хотя я не добилась идеального как бы результата как я хотела бы но более-менее там ближе к идеальности чем было до этого да вот мы сейчас дальше поговорим Нурджан здесь у нас вот девочки ребята все смотрят наш эфир да у меня есть небольшой подарок сюрприз за самый лучший вопрос у нас есть вот такие брендированные кружки от нашего проекта девочки в науке у нас есть еще вот такие брендированные кепки и есть вот такой шоппер за самый лучший вопрос или за самый интересный комментарий который вы здесь оставите в прямом эфире мы подарим поэтому пожалуйста будьте активнее оставляйте комментарии и вопросы по сегодняшней теме а сегодняшняя тема это стандарты красоты и принятия себя вот все можешь продолжать еей круто да я хотела еще сказать о том что вот были вообще стандарты красоты разные общество придумывает и все очень-очень изменилось и очень влияет это то что сложилась вот эта рыночная экономика что это означает да то есть нужно чтобы люди больше покупали и тогда будет больше производиться и опять люди больше покупают это особенно касается индустрии моды индустрии красоты и по сути вот вот эти вот этот капитализм да это называется капитализм когда нас заставляют много покупать и на наших неуверенностях зарабатывает по сути то есть что бы ты ни делала сегодня ты все равно не будешь не сможешь достичь того идеального стандарта потому что эти в кавычках стандарты меняются каждый день там вчера например были тонкие брови сегодня потолще брови да вчера были модно большие глаза сегодня лисие глаза все наверное знают да эти тренды то есть да вот важно понимать что из-за того что бренды косметики да они пытаются продать вам свою косметику и им конечно же выгодно чтобы вам не нравилась ваша кожа вам не нравились ваши черты лица пластический это огромная огромная индустрия вообще индустрия красоты пластические хирурги им тоже выгодно чтобы вам что-то не нравилось себе и вы шли и делали себе что-то и отдавали свои деньги и конечно же насчет одежды то же самое да потому что тренды каждый день меняются и вы покупаете что-то новое и они все время вам пытаются они говорят вот вы будете счастливее да вас все будут любить потому что вы будете там красивее в нашей косметике в нашей одежде то есть они вас пытаются убедить что вы будете счастливее только тогда когда вы будете соответствовать этим стандартам красоты и другой момент кроме капитализма это конечно очень распространенность евроцентризма то есть мы знаем да что есть например страны первого мира тоже я скажу в кавычках это европейские страны которые когда-то завоевали колонизировали другие страны и сейчас эти страны они развиты и по сути они диктуют тенденции тренды как нужно выглядеть в чем нужно одеваться и мы пытаемся все время соответствовать и вот я сейчас тоже гуглила насчет стандартов красоты и я поняла что сейчас в каждой культуре когда ты похож на европейца то есть у тебя европейские глаза да большие не азиатские когда у тебя нос прямой ринопластику многие делают да когда у тебя лицо узкое то есть это все черты европейцев евроцентристские черты и медиа потому что мы потребляем очень много например из Голливуда да Netflix смотрим очень много инфлюенсеров запада смотрим они диктуют нам ну то есть они показывают себя и мы уже например со своими азиатскими глазами с носом да не прямым мы уже нам кажется что мы ну не такие как они то есть с нами что-то не то и вот самые распространенные в мире операции это вот ринопластика оказывается это когда ты нос делаешь европейским это second eyelid когда ты делаешь второе веко в Кыргызстане тоже оно очень популярно да когда ты убираешь конки биша это тоже это означает что делаешь лицо уже и вот скулы да появляются а если смотреть азиатское лицо то оно у нас такое более круглое но я говорю круглое потому что мы думаем что оно круглое по сравнению с европейским лицом да и например даже вот это слово узкие глаза palette это же тоже как будто стандарт это большие глаза это не норма и поэтому мы говорим что узкие по сути по сути чтобы понимать откуда все это идет вот нужно тоже знать что есть такое евроцентризм и если например у вас нос ну вот например у меня такой более азиатский нос, он такой пухлый, без горбинки, в общем, он никогда у меня не сломается. То есть это не означает, что вы не некрасивая, это просто означает, что у ваших предков был тоже такой нос, у вашей бабушки, у вашей дедушки, и не нужно от него избавляться, и не нужно думать, что если у вас щёки азиатские, например, пухлые, это означает, что вы недостаточно красивые. Насчёт роста то же самое. Это их стандарты красоты, и мы всё равно, то есть всё равно для них мы никогда не будем там, не знаю, европейцами, мы всегда будем азиатами. Поэтому, кстати, в ТикТоке тоже очень много активистов, ну не то чтобы активистов, но таких инфлуенсеров, которые прям показывают, например, у коренных населений, у коренных народов в Америке, у них вот такой нос, да, с горбинкой, и очень многие пытаются делать дренопластику. И потом некоторые инфлуенсеры из коренных народов, они прям показывают, что нет, это вот, это нос, вот эта форма, это форма там носа моей бабушки, дедушки, это ты несёшь в себе память, да, какую-то, это твоя индивидуальность, это то, что делает тебя особенной или особенной. Поэтому вот нам нужно немножко быть более осознаннее, потому что мы употребляем. У меня тоже был комплекс из-за моего носа, потому что у нас азиатский нос, да, он не такой прям, скажем, как у европейцев, и меня несколько раз из-за моего носа как-то обижали, да, говорили, типа, вот ты оказывается красивая, только нос тебя портит немножко, да, вот мне взрослый мужчина так однажды сказал, и этот осадок у меня остался, да, и даже иногда до сих пор я такая, думаю, типа, у меня только нос портит, да, вот, то есть настолько вот это слово одно незнакомого человека на меня вот сильно повлияло, и он у меня остался до сих пор, только осадок, и я была подростком, да, в то время, и мне кажется, когда чужой человек тебя критикует, да, из-за твоей внешности, и говорит, что у тебя что-то некрасивое или что-то портит тебя, да, это, мне кажется, ещё больше усугубляет и ещё больше влияет на твою самооценку, да, когда ты и так неуверенна в себе, недостаточно такая самодостаточная, когда тебе человек указывает на твою какую-нибудь, как сказать, точку, да, вот, на которую ты и так сама так думала, то, что, возможно, там, не совсем самый красивый, я не знаю, орган в моём теле, да, когда тебе ещё указывают, мне кажется, это ещё больше вот влияет на твою самооценку, да, и у нас, кстати, очень сейчас процветает ринопластика тоже в Кыргызстане, потому что я вот следила за классическими хирургами, да, и у нас на первом месте, мне кажется, стоит это в лифаропластика, когда делают веки, да, вот, потому что у многих азиатских девушек нет век, и на втором месте, мне кажется, стоит это ринопластика, когда вот хотят вот азиатский нос переделать европейский, хотя я видела много до и после фотографий, совсем не идёт, да, вот, потому что у нас совсем другие черты лица, и как бы когда ты переделываешь нос, ты не становишься европейским, ты всё равно становишься азиатом, азиаткой, и всё равно вот это не исправляющая ситуация, это крайне редко, когда вот очень неестественно выглядит, а в других случаях это выглядит очень неестественно, и сразу заметно, что ты что-то себе переделал, да, поэтому очень грустно, да, что мы подвергаемся вот таким течениям и очень сильно зависим от социальных сетей, от маркетинга, от рекламы, и хотим себя переделать, да, просто ремарка, вот. Спасибо, Нурджан, очень интересно. Здесь у нас есть комментарии, пару вопросов быстренько, может, мы вот пока не отошли от этой темы, да, вот, возможно ли, что стандарты красоты появляются из-за низкой самооценки, спрашивают? Возможно, что стандарты появляются из-за низкой самооценки, да. Да, как мы уже сказали, стандарты красоты, они придумываются обществом, да, придумываются целыми корпорациями, корпорациями красоты, да, вот в кавычках скажу. А подверженность, то есть насколько вы воспринимаете все эти стандарты, пытаетесь им соответствовать и чувствуете себя неуверенно, да, они, возможно, связаны с самооценкой тоже. Но опять-таки, в том-то и дело, что есть эти стандарты красоты, у многих, они считают, что вот эта проблема с самооценкой. И если вы начнёте видеть вот эту всю целую систему, что она строится на том, чтобы вы всегда были неуверенны, вы всегда не любили себя и покупали продукцию и всегда были недовольны собой, тогда вы поймёте, возможно, да, тогда вы сможете понять, что не нужно очень сильно заморачиваться. Мне кажется, да, это очень тесно взаимосвязано, да, если у тебя низкая самооценка, ты будешь чаще подвергаться этим стандартом, и когда чаще ты видишь, стандарты красоты, у тебя будет чаще самооценка понижаться. И такой вопрос, как не обращать внимание на людей, которые критикуют внешность, да, вот, я об этом только что говорила, что вот некоторые люди просто могут критиковать тебя, даже если ты об этом не спрашивала, да. Как не обращать... Эй, меня слышно? Да, слышно. Ну, во-первых, отнесни, вот вообще к этому комментарию, не воспринимать его лично, а больше, то есть немножко от этого человека дистанцироваться, и попытаться понять, что этот человек тоже жертва, да, вот этих стандартов красоты. И в голове этого человека есть вот эти стандарты, этому человеку тоже медиа диктует, тоже социальные сети, и поэтому, то есть и журналы тоже, и поэтому он или она вот могут критиковать, да, внешность. И сейчас больше нужно понимать, что чем больше в медиа, там, в сериалах, в социальных сетях будут представлены люди с разными внешностями, что и черты лица, расы, формами тела, то тогда больше людей будут принимать вот разнообразие, да, того, что не существует стандартов, что все мы разными тоже. И вот я сейчас хотела ещё сказать, то, что, например, те стандарты, те инфлюенсеры, да, которые, они же рекламируют там всякое питание, да, они рекламируют всякие упражнения, они рекламируют всякие крема, мази, в общем, всё что угодно, и они говорят, вот, если ты попробуешь вот это, то будешь выглядеть, как я, да, на самом деле они продают стандарт, а за этим кроются там часы тренажёра, да, диеты огромные, и даже если вы будете, например, заниматься точно так же, как этот инфлюенсер, да, по такой же схеме, питаться точно так же, как он или она рекомендует, всё равно у вас не будет точно такого же тела, потому что у нас у всех метаболизм разный, да, у нас генетика разная, у нас формы тела тоже разные, и у вас, если вы даже будете, тренироваться, у вас будет совершенно другое тело, вот недавно, например, Кайли Дженнер, она в ТикТоке, кажется, показала, типа, что я ем за один день, и у неё было очень супер такое, идеальная, идеальная диета у неё была, ну, там такая, прям совмещают, всё круто, и многие начали критиковать, и говорить о том, что те формы, которые у неё есть, по сути, она достигла с помощью пластических операций, да, но она сейчас это преподносит так, как будто бы она всего этого достигла только из-за того, что она вот так питалась, всё, понимаете, насколько это, и вот очень много тоже, и очень много моделей тоже, они, вот я сейчас очень много о Кайле Дженнер буду говорить, потому что у неё они, она владеет вот большой, она владеет брендом, да, по сути, и тоже, например, её сёстры, да, они тоже модели, делали, все делали операцию, но они все отрицают, что они делали операции, и они преподносят это так, как будто бы это их природные черты лица, да, по сути, или это их природные формы, да, то есть видите, насколько это опасно, меня слышно? Да, слышно. Да, то есть, насколько это опасно, когда люди достигнут пережив какую-то операцию, да, потом они это преподносят так, как будто это их природное, хотя ни в коем случае я сейчас не осуждаю, и вообще, мне нужно тоже буллить тех людей, которые делают себе операцию, вот там, второй век, вообще, это потому что это их выбор, да, они думают, что они будут так счастливее, они думают, что они тоже, они, может, что у них была там низкая самооценка, и они хотят там улучшить, они думают, что так они будут больше нравиться людям, это их право, да, нельзя никого буллить, и говорить о том, что там, как ты могла, как ты мог сделать операцию, да, это право каждого и каждой. Есть еще вопросы? Есть вопросы, я давай быстренько зачитаю, вот спрашивают, иногда нестандарты, как раз, очень даже привлекательно выглядят, да, то есть, когда ты не входишь в эти стандарты, как раз, это очень даже привлекательно выглядит, говорит, это просто комментарий был, классный еще, спасибо большое, смотря на других людей, у которых более большой, или у которых нос с горбинкой, мне хотелось, чтобы у меня тоже был такой, да, то есть, у нее тоже были комплексы, что хотелось нос, как у других, да, как вы думаете, стандарты красоты появились, когда начали развиваться технологии, или и раньше было, ну, типа, времена наших матерей и бабушек, это вопрос, оказывается, как ты думаешь, эти стандарты красоты или они были, и времена наших мам, бабушек, то есть, до того, как интернет нас всех объединил, глобализовал, в каждой локальности, в каждой культуре, там, племени, да, даже, там, каждого народа были свои стандарты красоты, того, как должна выглядеть идеальная женщина, идеальный мужчина, да, но из-за того, что, мне кажется, из-за того, что вот люди не видели, например, часто лица других, может быть, только по фотографии, или только по картинам, тогда они, возможно, особо не заморачивались, как таковое, и это не было самым главным достоинством человека, и вообще достоинство человека не оценивалось по внешности, да, люди не так беспокоились, но с появлением того, что мы можем, я, например, могу, там, смотреть, что делает Белла Хадид, как она красится, да, она там вообще в Америке живёт, да, или там Белла Порч, да, вот тоже она стала популярной, из-за того, что мы все настолько, информация очень быстро достигает, и вот ещё евроцентризм, того, что один стандарт красоты, он доминировал, и все пытаются под этот стандарт красоты соответствовать, под европейские черты лица, да, и мы из-за того, что можем сравнивать своё тело, свою внешность с тысячами лиц в Инстаграме, в ТикТоке, то, конечно, сейчас это как никогда вообще усилило, и вообще как никогда сейчас тяжело жить, тяжело быть уверенной в себе, да, это вообще очень многому воли нужно. Да, я согласна, что интернет, он немножко, какие есть плюсы, такие есть минусы, да, то, что очень сильно влияет на жизнь человека сейчас. Рикаим пишет, хороший эфир, спасибо большое, Азамат Ваджана пишет, как можно повысить свою самооценку. Да, мы сейчас вот чуть попозже поговорим, как на каждодневной основе, на каждодневной основе пытаться противостоять, да, тому, чтобы СМИ, вот социальные сети, вообще люди вокруг нас пытаются нам диктовать, диктовать и навязывать, и как-то более-менее своё ментальное здоровье как-то стабильно держать. Мы об этом, да, поговорим. Я ещё спрашиваю. здесь вопрос, вот вы сами хотите подходить под эти стандарты? Вы сами хотите подражать, наверное, да, под эти стандарты спрашиваю? Да, вот я тоже человек. Как принять себя, как принять себя, вот, одинаковые вопросы. Классные вопросы, классно-классно. Про принять себя, вот, поговорим ещё. Вот, я, как говорю, я тоже человек, вот, я ношу брекеты, да, пытаюсь выпрямить свои зубы, пытаюсь выпрямить прикус, я покрасила волосы, то есть, видите, мы все живём в этой реальности, мы все подвержены. Главное, чтобы то, что мы делаем, это трезво оценивать и задавать себе вопросы. Вообще, нужно ли мне это, сделает ли меня это более счастливой, да, может, я хочу это сделать не для того, что я хочу, а для того, чтобы понравиться другим. Если я буду нравиться другим, сделать мне это более счастливой, а смогу ли я всем абсолютно нравится. Вот я себе задаю такие вопросы и иногда провожу какие-то манипуляции со своей внешностью. Я вот сейчас хотела бы поговорить. Очень-очень редко, когда сейчас, да, вот, ты не меняешь себя, да, раньше, например, моя мама рассказывала, что она там первый раз покрасила волосы, когда она там вышла замуж, когда она уже родила двоих детей, ну, где-то ей, наверное, было вот 28, ну, ближе к 30 лет, да, вот, а сейчас мы красим волосы, там, чуть ли не в 15-14 лет, там, разные цвета, как бы, и это все меняется, мне кажется, с каждым годом, и как-то очень тяжело встретить человека, который не подвергался вот рекламе, там, разным веяниям, да, сейчас вот, как-то уже ранее говорила, что очень кей-попперы, да, вот, свои стандарты красоты, да, они вот, как бы у кей-попперов отдельный стиль, да, у всех отдельный стиль, и это очень сильно влияет, да, на наших, вообще, мне кажется, детей, и подростков, и даже для взрослых, мне кажется. Да, да, потому что наша внешность еще является способом вообще выражения себя, да, поэтому, то есть здесь очень важно, наверное, видеть вот эту грань, где способ выражения меня, а где уже я просто подвергаюсь общему, общему какому-то тренду, в принципе, это тоже нормально, подвергаться тренду, это тоже нормально, главное вот, главное вообще понимать, то есть задавать себе опять вопросы, да, и подходить к этому осознанно, например, я покрашу волосы в такой-то цвет, синий, да, например, я считаю, что я буду прикольной, я буду выделяться, и вот действительно, я хочу ли я этого, да, сделать или это счастливой, да, ну, в общем, вот такие вопросы. Я еще хотела бы поговорить о том, как общество, как бы в кавычках, да, наказывает тех людей, которые не хотят соответствовать тем стандартам, которые сейчас есть, там, тем людям, которые, или просто не могут те люди, которые быть худыми, да, с определенными чертами лица, определенный размер одежды, это то, что есть вообще очень много видов работы, вот если зайти в гугл, очень много в сфере услуг, многие требуют того, чтобы, там, приятная внешность, да, девушка, такой-то рост должен быть, требование, хотя эти требования совсем не соответствуют, то есть это никак не влияет на квалификацию, и на то, на качество работы, то есть здесь идет уже дискриминация по внешнему признаку, когда она некоторая работа, вот недавно тоже был скандал в одних авиалиниях, когда стюардессам, например, запретили, если у них там больше 46 размера одежды, значит, они не смогут работать, их хотели уволить, да, хотя для стюардессы очень важно, чтобы она была там сильная, чтобы она просто делала свою работу, и особенно в моменты, когда критическая какая-то ситуация смогла оказать помощь, да, то есть здесь не идет обсуждение об ее весе, то есть, а из-за того, что есть вот такие стандарты, и люди воспринимают стюардессу как обслуживающий персонал, да, который просто там разносит чай и кофе, и чтобы было там приятно людям смотреть вот это авиалинии, и они позиционируют, то был вот такой скандал, но стюардессы, кажется, это был аэрофлот, они отвоевали свое право за то, чтобы даже если у них, например, другой размер одежды, они могут работать, если они также соответствуют квалификации, да, что еще? А, я еще хотела поговорить, как в медиа, еще момент, когда вот это превращение, да, всегда в голливудских фильмах, превращение как делается, то есть, если это страшная, в кавычках, девочка, то она обязательно в очках, в брекетах, то есть, видите, и у нее какие-то там ужасные волосы, или там кудрявые волосы, да, и то есть, это уже идет дискриминация тех вообще людей, которые постоянно носят очки, да, у кого брекеты, у кого, например, там кудрявые волосы, и когда она из дурнушки превращается в красивую, то она просто снимает очки, снимает брекеты и выпрямляет волосы, все, и она красивая, понимаете, как вот медиа настолько в нас заложила, там, фильмы, сериалы, то, что, например, вот такие люди, когда они вот так делают, значит, они красивые, там, дурнушки, да, ботаник, например, вот, ну, и вообще, есть классная книга, Наоми Вульф, называется, миф о красоте, в принципе, если этот миф сохранится, да, мы можем написать книжки, которые я порекомендовала бы прочитать, это вот одна из книг, где авторка говорит о том, что у нее есть такая теория, что вообще, особенно для женщин придумали вот эти стандарты красоты, чтобы мы очень много заморачивались, ну, в общем, насчет своей внешности, насчет того, чтобы мы носим, чтобы как-то отвлечь нас от других проблем, типа, реальных проблем, да, которые существуют, это домашнее насилие, что неравенство, да, есть гендерное неравенство, чтобы мы были более отличены на своей внешности. Тоже интересная такая теория, тоже, если вот системно на это все смотреть, то можно почитать, и вы, это тоже поможет вам видеть более глобальную картину, и потом поможет вам с принятием себя, и вы начнете еще понимать других тех, кто буллит тоже, да. У нас действительно вопрос был, как можно дать понять старшим, что краситься, красить волосы, одеваться оверсайз, это нормально. Во-первых, нам нужно попытаться понять старших, пятого поколения, как мы уже сказали, у каждого поколения были свои стандарты того, как вообще должны выглядеть молодежь, как выглядят подростки, и даже тот же оверсайз, кажется, года два назад он не был популярным. Все носили скини, джинсы, такие плотно облегающие джинсы, облегающие спортивки, и вот этот оверсайз, он стал популярным вот в этом году и в прошлом тренде, году, возможно, только начинали набирать обороты, и ваши родители, они выросли вообще по другим стандартам, да, и сейчас они уже дистанцировались, возможно, от моды, от трендов, и они не понимают многих вещей, да. Я даже не знаю, что здесь можно прям какой-то точный рецепт посоветовать, но главная коммуникация, главное разговаривать, сказать, что мне нравится носить такую одежду, да, потому что она там, кстати, менее облегает, у меня, например, работала с моей мамой, ей, наоборот, нравится, когда я, ну, когда я была подростком, я носила менее облегающие, она, нет, хотя вот, когда я была подростком, как раз-таки были модные вот эти облегающие скини, джинсы, и очень была заниженная талия, это сейчас, есть вот другой тренд, да, когда завышенная талия и оверсайз, брюки, это вообще, наоборот, классно, я думаю, и договориться с родителем, сказать, вот у меня же спину не продувает, живот закрытый, смотрите, да, и вообще не облегают, такие классные, они очень удобные, в них бегать удобно, перебегаться, сидеть удобно, да, главное коммуницировать, рассказывать, делиться, что вас это делает более увереннее в себе, да, вам это нравится, вас делает это счастливее, сказать, что если вы увереннее в себе, значит, вы успешнее, это вот очень связано с тем, что тогда я буду и учиться лучше, то есть ваше эмоциональное состояние лучше, значит, и вы продуктивнее тоже, то есть учимся объяснять, аргументировать, и вот выстраивать, вот эту логическую спочку. здесь еще один вопрос, вот что делать, когда смеются над тобой, когда ты покрасила волосы? Это, наверное, имеется в виду какой-то яркий цвет, не надо? М-м-м-м-м-м. Продолжение следует... 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 Здесь пишут, что в школе раньше надо мной смеялись одноклассники, что у меня низкий рост, да, то есть это уже, мне кажется, очень сильно влияет на самооценку, да. Здесь ещё пишут, бывают моменты, когда ты забила на щелк, приняла тебя, но потом, когда ты видишь кого-то, кто красивее тебя, то у тебя сразу занижается самооценка, как бороться с этим. Сейчас я вот один поинт скажу, и потом мы уже перейдём к моим, в кавычках, советам, да, как бороться, возможно, и с моего личного опыта, и то, что я вот читала книжки, там, смотрела разных блогеров. Я хотела бы поговорить про расстройство пищевого поведения, вообще, что это такое и почему, об этом очень мало говорят, но хотела бы... Нурджан, у тебя опять интернет... Очень сильно зависает, да. Иногда бывают проблемы. Тебя очень плохо слышно, Нурджан? Если можешь... Нет, вот зависает очень-очень сильно. Пока Нурджан подключается, здесь ещё пару вот комментариев. Низкий рост удобен, когда ты в маршрутке едешь, Галенте. Это, конечно... Хочется сказать, что это смешно, но кому-то это не совсем смешно, возможно, да. Как перестать завидовать? Мне кажется, да, у Нурджан интернет вообще сегодня плохо работает, как обычно в такие ответственные моменты. Интернет подводит иногда, да. Но сейчас, мне кажется, она сейчас переподключится, и, надеюсь, у нас интернет будет лучше работать. Я хотела про свой опыт, да, вот сказать. Ранее Нурджан рассказывала, что мы сильно подвергаемся вот этим стандартам красоты. И у меня, на самом деле, волосы кудрявые, вот. И раньше я из-за этого очень сильно страдала. Я хотела прямые волосы, и я всё время их выпрямляла утюжком каждый день в школу. И для меня это был вообще такой, я не знаю, стресс. Мне хотелось волосы выпрямить. Я хотела идеальные ровные волосы, и всё время я их выпрямляла. И только вот последние несколько лет я перестала их выпрямлять. Вот. Нурджан, ты здесь? Поэтому... Да. Угу. Ну, у тебя вот интернет сильно зависает. Вот мы тебя то слышим, то не слышим. Видимо, у нас сегодня такой день. Вот. Я продолжу, да, про волосы. Так что... В подростковом возрасте, мне кажется, ты очень сильно подвергаешься вот этому влиянию. И как уже ранее здесь писали в комментариях, да, то, что... Видя человека покрасивее, там, получше, где-то в кино, я не знаю, в рекламе, ты хочешь... Ну, как бы ты хочешь подражать этому человеку, да. И только повзрослеть, я поняла, что я убивала свои волосы просто каждый день, да, я их выпрямляла беспощадно, да. И я их просто убивала, вот. И последние годы, последние два-три года я практически их не выпрямляю. И очень редко пользуюсь феном даже, да. То есть, как бы, это осознание ко мне пришло очень поздно, да. То, что у меня естественные волосы с годами, если я буду как-то не выпрямлять, они становились всё хуже и хуже. И я вообще могла бы, наверное, остаться без волос, да, поэтому... Когда вот у нас свои естественные данные, да, данные природой, они, мне кажется, больше нам подходят, нежели чем мы их переделываем или хотим переделать их... Хотим подражать какому-то человеку, да, вот. И, как Нурзян говорила, да, я тоже носила брекеты, я тоже комплексовала нас насчёт своего носа, да. И у меня тоже были проблемы с принятием себя. То есть, как бы, у меня... Я была очень-очень сильно худая. Если Нурзян комплексовала насчёт лишнего веса, я, наоборот, комплексовала, что у меня очень... Я была очень худая в школе, я была очень маленькая, и у меня был очень низкий рост, да. То есть, как бы, у меня была противоположность. Поэтому в школе, мне кажется, очень часто, вот, особенно девочки и мальчики тоже, да, кстати, переживают насчёт своего внешности. И если девочки в основном из-за внешнего вида, да, то мальчики могут также комплексовать из-за росты, да. Потому что по стандартам, по стандартам, да, также в кавычках, обычно у парней должны быть очень высокий рост, да. И низкорослые ребята тоже сильно комплексуют насчёт этого, мне кажется. Нурзян, что-то у нас не получается в конце эфира уже. Ты нас слышишь? Спасибо большое, медиалавли, очень полезный эфир. У меня тоже такие волосы, как у вас, я тоже хотела их упрямлять, но вообще, я их люблю, кутряблю. Тебя плохо слышно, да, у тебя, видимо, интернет сегодня не очень, да? Вот. Мы хотели ещё о многом поговорить с Нурзян. У нас Нурзян сегодня рассказывает про стандарты красоты, и мне тоже было очень интересно обещадывать с ней, потому что сегодня эта тема и для меня очень сильно интересна, поэтому мы... Да, поэтому мы решили поговорить. Сейчас вообще в мире известные люди... О, Нурзян. Супер. Я очень-очень извиняюсь. Я переключаю оба интернета с Wi-Fi на мобильный, и что-то оба меня подводят. Нет, сейчас тебя очень хорошо слышно. Вот, мне кажется, это на время, поэтому давайте быстренько дальше продолжим, да? Тогда уже перейдём к тому, что... Я рассказывала насчёт расстройства пищевого поведения, да, и почему об этом мало говорят, потому что у многих могут быть именно проблемы со здоровьем, и им кажется, что они набирают вес, потому что они едят импульсивно. У меня, например, такое было, что я... Меня слышно, да? Да, да, слышно. А, окей. То есть мы, когда грустим, да, когда мы или вознаграждаем, то я, например, лично всегда кушала и вознаграждала себя какой-нибудь вкусняшкой, да? И когда ты свою грусть, обиду заедаешь вот едой, и как-то незаметно так получается, что набираешь килограммы, да? В принципе, ну, набирать килограммы, конечно, это, типа, не так уж и... То есть это нормально, потому что это ответная реакция организма. Но если вы чувствуете себя неуверенно, то важно очень осознавать, типа, почему вы кушаете, да? Может быть, вместо того, что вы действительно ли хотите кушать, и, может быть, вместо этого лучше почитать книжку, да, пойти погулять с подругой, или просто дать себе погрустить. Это тоже нормально. Вообще, грусть — это нормально. Вот у меня есть тоже такие подруги, которые осознали, что из-за того, что они грустят, или переживают из-за того, что они начинают есть, и потом они набирают какой-то вес, да? Есть ещё другие, которые, наоборот, совсем не едят. Это тоже очень плохо, особенно в подростковом возрасте. Очень вы можете заработать себе гастрит, язву, и это отразится в будущем. Я вам на своём опыте говорю, я тоже, например, не ела, голодала в какой-то момент. То есть, видите, это вот импульсивно. Ты ешь, ешь, а потом чувствуешь себя виноватой и голодаешь, да? То есть, и организм очень в большом стрессе. И потом, в будущем это отразится на том, что у вас будут проблемы с желудком тоже, а проблемы с желудком, они отражаются и на всех других органах. То есть, это будет... А желудок у вас один, и он на всю жизнь, да, получается. И поэтому очень важно с подросткового возраста вырабатывать такие правильные привычки того, чтобы сбалансированно питаться, да? Конечно, можно себе позволять поесть фастфуд. Это тоже нормально. Главное, слушать свой организм всегда. Хочу ли я? То есть, есть же такой читмилл, да, можно устраивать, когда там в месяц, там, несколько раз можно поесть фастфуды. А так, главное, сбалансированно питаться и слушать свои эмоции, свое настроение тоже, чтобы оно не зависело от еды. И классно еще помогает спорт, да? Когда вы занимаетесь каким-либо видом спорта, то это отличный такой антистресс. Вот я, например, когда бегаю, то это мне помогает справиться с чувством тревоги, с какой-то грустью тоже, потому что бег повышает гормоны счастья. После бега ты чувствуешь себя более... Ну, я лично, например, чувствую себя более увереннее. Я думаю, что вы, может быть, найдете какой-то другой вид спорта, который вам понравится. Если не спорт, то, может быть, какое-то хобби, потому что не все любят активные виды спорта. Пение может помогать, игра на гитаре, скейтборд. И я видела здесь много вопросов о том, что там, как перестать завидовать, да? Вот Назгуля еще говорила насчет своих волос, я еще говорила насчет Акне, что я сделала для того, чтобы как-то в своем и окружении, особенно в социальных сетях, если там какой-то блогер, какая-то блогерка, да, вот вы, например, на нее смотрите, и после ее или его контента вы чувствуете себя там более несчастно, неуверенно, то я, например, лично отписываюсь от тех людей, после кого я чувствую себя не очень, да, то есть, ну, не знаю, вот. Это для моего ментального здоровья. И очень много у меня... Я подписана на разных блогеров, у которых они прям показывают неотретушированные фотографии, они делают мейкап. Сейчас же многие блогеры делают макияж, и они используют фильтр, который выпрямляет, да, кожу. А я подписана на блогеров, которые именно показывают, что у кожи есть поры, что у них есть Акне, и это нормально, да. Я тоже подписана, кстати, на блогеров, у которых они показывают свои растяжки, ну, то есть, вот, неидеальности. Кстати, такого контента много, я начала замечать, особенно в ТикТоке, нежели в Инстаграме, потому что в Инстаграме все любят идеализировать, да, в том всё. Поэтому я тоже вам советую вообще подписаться на таких контент-мейкеров, которые очень похожи на вас. Именно внешностью, комплектацией тоже. Когда я была на карантине, я была подписана на Памелу Риф, она такая YouTube-фитнес-тренер. Она такая, знаете, прям как Барби. У неё идеальное тело, она немка. И каждый раз, когда я занималась под её видео, после этого у меня всегда была депрессия, потому что я знала, что я сколько бы я ни занималась, сколько была ни на диетах, я не буду такой, как она, да, потому что у неё совсем другая комплектация, и это норма. И я нашла другую фитнес-тренерку, Хлои Тинг. Она, вот у неё более приближена к моей фигуре. Она азиатка, она метр пятьдесят пять, она не суперхудая. И когда я начала с её видео заниматься, я чувствовала себя более увереннее, да, я видела, а, ну да, вот, как она, в принципе, я могу быть. И мне нравилось вместе с ней заниматься и с её видео. То есть пытайтесь найти вот таких контент-мейкеров. Так, как я ещё говорила, задавайте себе вопросы, да, там, почему я хочу выглядеть по-другому, нужно ли мне это, да, сделает мне это ли счастливым. Потому что мы все хотим, конечно, нравиться другим, да, мы живём в обществе, и мы... Но помните, что абсолютно всем нравится невозможно. Кто-то всегда будет критиковать, и это норма. Главное, вы сами не осуждайте других. Это очень-очень важно. Знаете, вот у нас могут быть даже какие-то микро-моменты, вот. Вот мы сами даже не подозреваем, можем там осудить, такие руки, да, ну вот, вот такие моменты. Поэтому нужно быть очень осознанными, когда вы говорите комментарии, когда вы осуждаете других или просто обсуждаете с подругами, с друзьями чью-то внешность, да, потому что тем самым вы нормализуете, что осуждение норма и являетесь частью вот этого буллинга, да, буллинга из-за внешности. Что ещё? Мне ещё классно помогает медитация. Очень много есть бесплатных приложений, которые помогают медитировать, потому что медитация помогает осознать, осознать связь вашего сознания с вашим телом, помогает осознать то, что вы вообще живы, да, и помогает ещё быть благодарными. Вообще нужно уметь благодарить ваше тело за то, что... за те возможности, которые она даёт, да, то есть с этим телом, за то, что есть мои ручки, у меня есть вот эти ноги, да, может быть, у меня большие ляжки, ну и что, зато этими ногами я передвигаюсь, там, я хожу на горы, я пробежала марафон, да, я сходила в театр. Этими ручками я, там, что, играю на гитаре, да, этот живот, в этом животе все мои органы, и эти органы, они все здоровые, я вообще благодарна, что этот живот, вот, он же у нас, получается, держит, он наш живот, наша кожа, какой бы она ни была, да, сколько бы в нём ни было там, какой бы объёмный наш живот ни был, он как защита для всех наших органов, да, и я, например, благодарна, что какой у меня живот ни был, он защищает все мои органы, и я могу жить, дышать, да, то есть быть благодарным своему телу за то, что вы можете делать с этим телом, очень важно вот это осознавать, то, что вы умеете делать с этим телом, да, вы можете там готовить, петь, танцевать, вообще танцевать, какое классное ощущение, да, танцевать, вот нас Гуля занимается танцами, да, и это настолько, танцы, кстати, тоже помогают ценить, научиться ценить своё тело и научиться вот понимать вот эту связь вашего сознания с телом, танцы, медитация и вот почти многие виды спорта тоже. В принципе, да, вот то, что я подметила. Да, очень полезный совет, на самом деле. Я просто хочу добавить, на танцах я поняла, что мы своё тело, даже не дотрягиваемся до своего тела и стесняемся, как бы, да, вот, и у нас, как бы, нет вот то, что наше тело может, например, как ты говоришь, двигаться, там, какие-то движения делать, но мы, когда стесняемся себя, мы не можем раскрепоститься, да, и вот своим телом управлять, как хочется, да, то есть, как бы, и на танцах многие ребята, девушки, я заметила, приходят, чтобы раскрепоститься, чтобы почувствовать уверенность и управлять своим телом, как хотелось бы, и на самом деле это очень классно, когда, вот, ты, во-первых, физически двигаешься, да, эндорфины, там, вот, появляется, ты начинаешь чувствовать себя счастливым, и также находишь, вот, связь со своим телом и учишься, вообще, договариваться со своим телом, и это действительно помогает, я вот заметила на себе тоже. Вот. Очень-очень много полезных советов было сказано, спасибо большое на то, что, да, будет полезно, и мы, кстати, сохраним эфир, сейчас опубликуем после прямого эфира на странице, вы можете пересмотреть, если хотите, и записать какие-то моменты интересные. Вот. Уже практически, как раз, час прошел, да, ровно час, ну, немножко у нас были перерывы, срывы, но, несмотря на это, мы провели очень интересную беседу с тобой, спасибо огромное, и мне кажется, сейчас надо провести, как бы, итоговый момент, я хочу, вот, подарить вот эти наши призы небольшие, да, и я отметила несколько вопросов, сейчас был вопрос, вот, от подписчицы, кажется, это девушка, ралли, ралли я, или ралли Ва, я не могу правильно прочитать, то, что, вот эти стандарты красоты, они появились потом, или они были до нас, да, вот, вот этот вопрос, я хочу, вот, подарить ей шоппер наш, потом вы можете связаться с нами, на нашу страницу написать, еще одна девушка, по-моему, Айдарова, или Алдарова, да, тоже писала, по-моему, что она писала, сейчас я забыла, вот, то, что она приняла себя, но потом, когда видит других красивых людей, все равно самооценка занижается, как бороться с этим, да, вот, за этот вопрос, то, что за, за храбрость, то, что она приняла себя, я хочу подарить кружку, вот такую нашу, да, и третья, это, по-моему, была, кто? Эрказимка, да, по-моему, да, Эрказимка, она тоже писала один комментарий, а, то, что у нее тоже такие гудрявые волосы, она тоже комплексовала из-за этого и тоже выпрямляла, и сейчас она переборола это и начала любить свои волосы гудрявыми, да, этой девушке я хочу подарить вот такую кепочку, вот, всем огромное спасибо за комментарии, за вопросы, очень-очень хорошие вопросы было, на самом деле, да, всем огромное спасибо, и тогда мы можем сегодняшний эфир завершать, надеюсь, вам было очень полезно, и будем продолжать обещадывать на эту тему, мне кажется, у нас еще остались некоторые вопросы, которые мы могли бы более глубже и более детальнее, да, рассказать. Нурджан, тебе огромное спасибо, тогда до встречи, и пока!